Танцы, ритмика, театральная студия. Для такого маленького помещения здесь достаточно большое количество кружков, куда жители деревни Калиновка могут ходить совершенно бесплатно. Это современное здание было открыто в январе 2017 года. До этого досуговый центр ютился в подвале и направлений было гораздо меньше. Сегодня здесь преподают даже черлидинг. Мы тренируемся, чтобы выступать на мероприятиях, потом на соревнованиях. Девчонки стали спортивнее, во-первых. Плюс они дисциплинируются. Они хотят заниматься, хотят выступать. То есть они выступали уже на 8 марта, на концерте 8 марта. Очень здорово выступили, мамы были счастливы. И сейчас будем выступать на выпускном школьном. Большое внимание в центре уделяют развлекательным программам. Организуют кинопросмотры. После победы в премии губернатора Московской области «Наша Подмосковья» приобрели проектор. Проводят мастер-классы, игры. Руководитель центра считает, что все это позволяет занять детей и разнообразить их свободное время. Мы стараемся уловить те нюансы, те интересы, которые сейчас им это все интересно и постараться разнообразить настолько их досуг, чтобы им не хотелось быть где-то на улице, быть где-то в нехороших местах. На этот раз дети играли в поле чудес. Популярную интеллектуальную игру для всех возрастов. Все как на телеканале. Три тройки игроков, барабан, задания, буквы. Команды разделились на мальчиков и девочек. Еще в первом туре в лидеры вышла Настя Борисова. Мне понравилась игра, было в принципе легко, но было круто. Такие творческие вечера в досуговом центре «Юность» проходят каждую пятницу. Часто их посещают и взрослые. Это место стало поистине центром притяжения всех жителей деревни Калиновка. Юлия Погося, Владимир Рубежонов, Ольга Садовская. Видное ТВ.